История под ногами. Возле дома офицеров обнаружено разбитое надгробие легендарного полководца времен гражданской Николая Щерса. Доподлинно известно, что красный камдив был несколько раз захоронен, но место находки смутило экспертов, породило новые вопросы. Действительно ли это фрагмент с могильной плитывой начальник или часть неизвестного памятника с территории исчезнувшего кладбища? Мнение, легенды и факты в материале Сергея Павлова. Дорожные строители и во сне не представляли, что станут археологами. Меняя бордюр возле здания бывшего Приво, случайно обнаружили необычные каменные бруски. По виду и надписям – обломки надгробных плит начала 20 века. Просто интересно было. Такая вещь. Надписи там всякие. Думаю, вряд ли, чтобы так просто взяли и выбросили. И так и обратились к людям. Среди расколотых плит и та, на которой написано имя Героя Гражданской войны. Последний год жизни. Место смерти и сколотый барельеф. Все, что осталось на артефакте. Находку перенесли на хранение в Дом офицеров. Поднятый пласт истории мгновенно превратился в остро обсуждаемый объект. Как и положено для легендарной личности, судьба Щерца окутана мифами. И в особенности это каноническое мифотворчество началось после смерти Красного Камдива. И сейчас, после обнаружения ценной находки для историков, краеведов, археологов, проливается свет на многие неизвестные факты. Но наряду с этим появляется еще больше вопросов и дискуссий. Одних место обнаружения не удивляет. Дмитрий Хмелев, доверенное лицо потомков Камдива, уверен, сюда и перенесли надгробный памятник с могилы Щерца. Кто будет перезахоронен, тогда еще никому неизвестного в Самаре командира, и тем более памятник, если бы там, например, 3 метра, как говорили, то, наверное, задумали со звездой, еще может, а на это памятник никто внимания не обратил. Кладбище было ликвидировано, а так как дефицит стройматериалов, все надгробья, памятники и так далее пошли, ну, как строительные материалы. Перенос надгробья или могильные плиты с территории Всесвятского кладбища, сейчас здесь находится парк Щерца. К дому офицеров не более чем миф, созданный женой полководца. Такое мнение у некоторых краеведов. Я считаю, что это часть какого-то неизвестного памятника, посвященного Щерцу, который некогда располагался на территории Всесвятского кладбища. Все, что связано с именем Щерца, все, что связано с его реальной историей, ну, с известной историей, по крайней мере, ну, не соответствует в реальности действительности. К счастью, проблем с дальнейшей судьбой каменного фрагмента не предвидится. Городские власти обещают помочь родственникам в приобщении артефакта к памятнику Щерцу. Если родственники изъявят желание эту плиту каким-то образом забрать, у них есть на это права, конечно, мы этому препятствовать не будем. Мы поможем в этом вопросе. Если будет желание оставить ее на хранение в городе Самара, мы с благодарностью тоже примем. И это будет как назидание потомкам от тех актов вандализма, которые были в нашей истории, с одной стороны, а с другой стороны, как некий такой исторический, ну, не знаю, там артефакт, можно назвать, да, который сохранился до наших дней. Переживший несколько перезахоронений, ставший с легкой руки Сталина легендой и украинским Чапаевым, и потом ушедшим в забвение, Щерц снова актуальная фигура. Случайная находка лишний раз напоминает. Да правды нужно еще глубоко копать. Сергей Павлов, Александр Дмитриев, Новости губернии.